То есть, или это, возможно, нам сейчас за налоги все как бы взыщут, бюджет. Ну, то есть, был страх у собственников, что это как бы предпринять, чтобы это оборудование, которое они переписали, чтобы его защитить. Так вот, в результате, ну, они там консультировались, несколько вариантов было и так далее. То есть, схему можно такую построить по-разному, но в результате они купили компанию за рубежом, от которой украинскую компанию они перевели займ. Есть такой способ, то есть, можно получить инвестицию безвозвратную, взнос в уставный капитал, а можно оформить возвратный займ в проценты. И этот займ можно взять не у банковского учреждения, а у просто иностранной компании, это не запрещено. Там определенная процедура, есть регистрация такого займа через Ницбанк, вы получите регистрационное свидетельство. Но в целом это достаточно быстро оформляется, вы переводите деньги в качестве займа. Так вот, они перевели средства на свою украинскую компанию в качестве займа под залог этого оборудования. То есть, они оформили договор залога на все это оборудование, и займ, ну, считайте, собственные деньги. Но в случае какого-то взыскания на это имущество, имущество уже в залоге.